Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила, дорогие друзья! У меня в WhatsApp на вопросы идут какими-то волнами. Сейчас, в ближайшую неделю, ко мне обратилось очень большое количество людей с просьбой разблокировать Huawei P30 Lite, он же Marr Defiz LX1M, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, LX1M. И сейчас я вам продемонстрирую, как вы самостоятельно в домашних условиях, можно сказать, что без компьютера, все это сделаете. Погнали! Итак, по вашим заявкам P30 Lite. Видим, что это действительно он. Я не знаю, получится у меня сейчас сфокусироваться на таком телефоне мобильном или нет. Но, поверьте мне, это действительно P30 Lite. Делаем следующее. Выключаем его. Естественно, предварительно телефон обновил до самой последней политики безопасности. Вот самое-самое новье. Так, выключили. Далее зажимаем клавиши громкости вверх. И с зажатой клавишей громкости вверх подключаем его к компьютеру, либо к ноутбуку, либо я в своем случае подключил вообще к зарядному устройству. Некоторое время ждем. Нам нужно попасть в меню e-рекавери. Просто на моем канале конкретно такого видео именно для P30 Lite нет. Вот. И вопросы появляются. Решил как бы удовлетворить ваше любопытство, если так можно сказать. Думаю, что по поиску вам... Если вы нашли это видео по поиску, вам оно обязательно пригодится. Проходное, конечно, видео, но посмотрим. Пока телефон грузится, друзья, селфи – это эволюция телефонов. Смотрите, кто помнит, что это за модель, по кнопочке она нажимается. Но ключевой момент, что здесь селфи можно делать непосредственно с... Ну, одна камера и на селфи, и на обычное фотографирование. Сейчас мы и объясню, к чему я это говорю. Итак, смотрите. Давайте я даже камеру немножко подвину, с вашего позволения. Выбираем Clear Data, Factory Reset, пишем Yes. Factory Reset, Factory Reset. Кабель должен быть все это время подключен к компьютеру, ноутбуку, либо к зарядке. Лучше компьютер, либо ноутбук. В крайнем случае. Можно и с помощью зарядного устройства. Так вот. Как селфи делает... Ну, развивается. Смотрите. В руках у меня есть еще один Huawei. И здесь селфи-камера реализована уже, мягко говоря, немножко по-другому. Смотрите. Оп, сверху вылезает. Всем привет. Так, на телефоне выбираем Vibe Cache Partition. Как вам такое решение с выдвигающейся камерой? Но этим практически никого не удивишь. Так, нажимаем. Это откладываем. Huawei. Возвращаемся к телефону. Нажимаем Back. Дальше Update Mode. E-Recovery Mode. Еще раз нажимаем Factory Reset. Пишем Yes. То есть сбрасываем его по второму разу. На этот раз телефон перезагрузится. Это абсолютно нормально. Так, по поводу эволюции селфи. Смотрите, какой аппарат у меня еще в руках есть. Вот этот аппарат, я думаю, уже видела, ну, скажем так, несколько меньше людей. Как вам? По-моему, здорово. То есть это Samsung. У него сверху основная камера выдвигается и переворачивается. Давайте посмотрим, как это. Оп. Эх, какие технологии. А какие телефоны вы помните, на которых можно было делать нечто подобное с селфи-камерами? Я помню, был какой-то, по-моему, то ли LG, то ли телефон. Там тоже камеру можно было перевернуть руками. Современные технологии. Ладно, это мы все откладываем, ждем, пока телефон второй раз сбросится. Увы, действительно, это занимает некоторое время. Теперь смотрите, самая магия. Кабель должен быть подключен. Мы нажимаем Save Mode и после этого зажимаем клавишу громкости плюс. Save Mode и зажимаем плюс. Держим, держим плюс некоторое время. Друзья, в комментариях, пожалуйста, напишите, какие, ну, скажем так, селфи-телефоны были у вас, либо которые вы хотели, возможно. Ну, что-нибудь подобное. Я, со своей стороны, постараюсь поискать все эти телефоны, потому что сейчас я нашел письма RZ и, соответственно, это был Samsung A80. Это, по-моему, ох, если я сейчас ошибусь, вы меня в комментариях, конечно. Это Nokia 6131. До сих пор помню, как я на них шлейфа менял пачками. Итак, смотрите, мы еще раз попали в меню e-recovery, то есть не дали телефону загрузиться. Выбираем Update Mode, e-recovery mode, MRG Backup, Continuous. Видео, в первую очередь, для мастеров. То есть это что-то типа видео-ответа. Как попасть в резервное копирование. Играет заставочка. Некоторое время ждем, ничего страшного. На все про все 10 минут на разлучку данного аппарата. Просто другим путем, другим алгоритмом именно на этом телефоне зайти в резервное копирование не получается. Ура! Это победа. По сути, грубо говоря, все. Ну а дальше, я думаю, что вы все прекрасно знаете. Нажимаете резервное копирование. Даже, наверное, показывать не буду. Это пустая трата времени. Дальше можно смотреть по инструкции из какого-нибудь современного Huawei Honor через резервное копирование. Вот. Вот мы в браузере. Ну что же, дорогие друзья, мне очень интересно, как вам зайдет такой формат видео. Затягивать я его сейчас специально до конца доводить не буду, потому что я все это показывал уже несколько тысяч раз, наверное. Вот. Лайк, подписка, толковые комментарии для продвижения данного видеоролика очень приветствуются. И, как я и обещал, впереди нас ждет исключительно все самое интересное. Пока.